Согласно протоколу межведомственного взаимодействия, координируемого территориальным центром социального обслуживания населения Московского района, отделом внутренних дел администрации Московского района города Бреста, Брестской центральной поликлиникой и управлением по образованию администрации Московского района нашего города, налажен оперативный обмен информацией о фактах насилия в семье. Сегодня мы разбираем три вопроса, которые направлены на улучшение совместной работы по межведомственному взаимодействию и конкретизировать работу еще раз каждого учреждения, кто входит в межведомственный совет. Вот это основная задача сегодняшнего мероприятия, которую мы проводим. В тесном тандеме ведется активная работа по информированию, юридическому консультированию лиц, подвешившихся насилию в семье. Оказывается квалифицированная психологическая помощь, а также предоставляется услуга временного приюта в кризисной комнате. Статистика подтверждает необходимость проделываемой работы. Так, за 2017 год в кризисной комнате получили приют и поддержку 22 человека, 10 из которых дети. В 2018 году воспользовались услугой 21 человек. На начало текущего года – 9. За последнее время я должен сказать, что из тех, кто прожил в кризисной комнате, где-то процентов 30, а то может быть и меньше, решают вопрос о том, что будете от агрессора. Остальные возвращаются куда дальше деваться, а там уж как получится. Тем не менее, мы осуществляем контроль за тем, каким образом происходит дальнейшее проживание в этой семье и возможность оказания помощи. Выработка новых форм взаимодействия в решении проблемы домашнего насилия, организация работы с мужчинами-агрессорами в рамках коррекционной программы, роль общественных объединений в оказании помощи жертвам домашнего насилия – вот ряд вопросов, которые были вынесены и рассмотрены членами Межведомственного совета. Ведётся активная работа по реализации применения их на практике. Продолжение следует...